Здравствуйте, мои зрители. Я хотела бы сделать прогноз, это мой прогноз, предсказание прогноза, запросить высшие силы по поводу карантина в России. И то, что сейчас биржи обвалились, насколько все видят, слышат. Я как бы решила сделать предсказание. Я уже делала предсказание для России, по-моему, в декабре где-то там. Смотрите моих видео. Я говорила о том, что будет там трясти именно по валюте. И в чем хранить больше свои сбережения. Можете посмотреть. И сейчас я сделала дополнительно. Это меня подвело к тому, что на Украине у нас сегодня, а сегодня у нас 11 марта, у нас объявили карантин. 11 марта 2020 год объявили карантин. Карантин объявили в школах, объявили там авиарейсы не летают, импорт-экспорт. То есть, конкретно. Я уже сделала видео, кому интересно, я сделала, для чего это объявили на Украине. Россия там немножко по другому пути идет. И по масштабу это другая совершенно страна. Так как там и так уже давно эти санкции сделаны. То по поводу карантина, я хочу сказать, что когда я делала видео перед Новым годом для России, я никак не могла понять, что же могло повлиять на то, что начнет как скачок с валюты. Что-то будет перетурбаться именно с деньгами, денежное такое. Вроде как кризис, а не кризис. И вот не могла никак понять, что-то идет, а так не поняла. И теперь вот сейчас все ясно и понятно, для чего запущен был этот коронавирус в Китае. Вот сейчас уже ситуация понятная. Я теперь уже поняла, почему тогда информация как-то вот не совсем точно, ну как она шла, только я не могла ее как бы расшифровать. Что это такое, я не могла понять, что вообще коронавирус такой, понимаете. И сейчас я как бы эту информацию расшифровываю. Для чего это был запущен коронавирус? Это была запущена, это не просто эпидемия. Нам по телевизору говорят, там на уши вешают всякую лапшу. Это и в России, и на Украине в том числе. Вот, то есть и многие люди, так скажем так, основная масса ведутся на это все. Я призываю фильтровать то, что говорят по телевизору, потому что, правда, нам не до конца никто не скажет. Если 5-10% скажет, это будет хорошо. Вот, но не впитывайте в себя то, что говорят по телевизору, потому что оно на самом деле нет того, что там говорят. И в Европе нет такого, в Китае там такого не было. Вот, это можно посмотреть какие-то блогеров. Есть вот очень многие блогеры, которые в Китае живут, тоже в провинции, где вот объявили Ухань, по-моему, на самый первый балл. Вот там, там люди оттуда делали видеорепортажи и говорили, что на самом деле происходили. Да, какие-то смерти были, но массово, как там вот говорили, ну, как бы нет. Как обычная смертность. Каждый день умирают люди, каждый день. От разных болезней. А после этого, как бы, пошло на Европу. Я уже в предыдущем видео говорила, для чего сделали в Италии карантин, чтобы списать, как бы, долги. Дальше потом во Францию может пойти. Ну, и, как бы, по европейским странам пойдет. Но, больше всего, это долгов было именно в Италии. Там даже им папа, папа этот их католический подыграл. Чихнул, и его быстренько проверка на коронавирус. Ну, смешно. То есть, получается, взрослые люди играют в такую игру и дурит общая масса людей. Ну, это вообще такой бред. Смотришь на это, я не знаю, кто на это ведется. Ну, ведутся люди. Я, например, на это не ведусь. Я это вижу, и мне так это смешно. Я вот эти дни как-то не сильно смотрела, но так включу телевизор. Думаю, что за бред, что за бред, что происходит вообще. То есть, смотришь, как на игру. На игру. Вот. Ну, что я хочу сказать, что, значит, по поводу карантина. В России, именно в России. Карантин будет введен в городах, в крупных городах. Ну, там, в Москве, в Питере. То есть, в крупных городах, по школам, по садикам тоже будет введен на какой-то период карантин. Вот. Тем самым замыливая глаза. Да, но в то же время, как бы, в этот период времени ходят еще обычные, другие вирусы ходят, обычные. Обычный гриб ходит. Не обязательно коронавирус. Но для того, чтобы подыграть общему фону мировому, будут закрыты некоторые школы на какой-то период времени. Это вот будет происходить. Ну, это так. Ну, общее закрытие границ, как на Украине, как бы, перелет, вот это все. Ну, как-то так более мягче пройдет. Но трясти по финансам будет больше. Вот будет сбой финансовой системы. То есть, вот, скажем так, людям надо хранить деньги лучше в нале. Вот все-таки старайтесь, чтобы наличка у вас была. Ну, карточки-то хорошо, это удобно. Но вот сейчас, может, вот, из-за перехода в новый валютный мир, вот эти передрязки такие, понимаете, лучше вот как-то наличку иметь. Наличку иметь на всякий случай. У нас здесь на Украине побежали люди гречку скупать, уже продукты. Вот. Ну, я не говорю о том, что не надо это покупать. Ну, пусть какие-то продукты всегда будут в запасе. Вот. Ну, на всю жизнь, как бы, ни за сраной, ни на это, запасы не сделаешь. По греба не завалишь ты тоже гречкой, понимаете. Ну, лучше, конечно, вот, как бы, наличку иметь. Я еще спросила, как бы, высших сил, в чем вообще лучше вот хранить вот деньги? В какой валюте? Вы знаете, самое интересное, что мне ответили, что надо вот россиянам в рублях и золоте. То есть, получается, как-то вот доллар вообще не шел. Рубль и золото. То есть, у кого, если какие-то накопления есть, конечно, старайтесь, вот, доллар, конечно, избегать, золото. Но максимум, я еще делала до этого видео, можно в евро, чуть-чуть в евро, конечно. Вот. Его тоже будет трясти. Я не говорю, что не будет трясти. Будет, конечно, трясти. Вот. Это общий мировой кризис. Ну, золото, конечно, это такое лучше-лучше всего. Ну, наличку, наличку, в любом случае наличка. Вот информация идет, наличка, наличка, наличка. То есть, держите все-таки в наличке какие-то средства. Держите. Может, понимаете, компьютерные системы, ну, все понимают. Хоп, и перебила все. Все остановилось. А если наличка есть, то пойдешь и купишь. Продукты-то будут в магазине, все равно будут продавать. Вот. То есть, ну, чтобы как бы не оказаться на какой-то период времени без денег, лучше держать еще и наличку себе. Постараться обналичивать все свои денежные средства с карточек. Вот. Ну, я как бы сделала еще запрос, еще по картам Таро. Ну, я общее сделала. Что это грозит именно для России? Вот этот приход коронавируса, переход на новую валютную систему, в новый валютный мир. Что это вот как бы подразумевается, что это грозит? Вышли мне карты. Смотрите, интересные карты сегодня выходят. Карта победа. Победа, которая досталась очень большим трудом. Вот. И которую надо удержать любым путем. Победа, победа. И потом идет жрица. Жрица, это говорит принцип противоположности. То есть, выигрыш победы, и что бы с вами считались. Что поясняет карта? Вот высший суд, высший суд. Это говорит о том, что осознание себя, ну, скажем так, страна как личность. То, что, да, эта страна Россия большая, но все-таки вот этот доллар, он забивал, забивал, не давал развиваться. И вот то, что сейчас происходит, это скажется очень благотворно для России. Сделает толчок в развитии. И с Россией начнут считаться, действительно считаться. И поставит ее на высшую планку. На высшую планку как страну. Как страну. Понимаете? Вот это высший суд. Все, что происходит, это очень хорошо. И как бы начнется другой период развития страны. Другой период развития страны. Так что людям не придется уезжать на заработки в Европу, скажем так, если коротко говоря. А вы можете найти работу, нормальную, достойную, хорошо оплачиваемую работу в России. И не только в Москве. То есть для страны это хорошо. Ничего страшного нет. Но главное, что победа, доставшаяся очень сложным трудом. Очень сложным трудом. Так что не переживайте. Все, что не делается, все к лучшему. Об этих переменах говорили святые старцы. И просто, понимаете, я тоже в этом видео предыдущем говорила, и в этом тоже для россиян конкретно говорю. Да, святые старцы говорили, что там вот и голод будет, как-то людей пугают. Не переживайте. Голода как такового не будет. Просто немножко перестрахуйтесь, купите какие-то продукты. Да, но будет как в 90-е годы. Так что россияне тоже не бойтесь. А люди как умирали, так умирали. Мы же не вечные. Как умирали, так умирать будем. Смертность не превышит того, что на сегодняшний момент. Просто святые видят вот эти фрагменты. Они показывают, что вот, как я по себе картинку, когда мне показывают, я еще нужно ее уметь расшифровать. И не каждый даже вот святой, который причислили, он, понимаете, тоже не может до конца вот, как его показывать с каких-то там периодов времени. Вот, понимаете, мир-то меняется. Взять 1917 год и сейчас, как можно было описать те же, например, извините, вот на каждой предмете там вот штрих-код. Не было же раньше этого. Карточек вот этих пластиковых, которые мы расплачиваемся. И вот они видят, какая-то карточка вот эта, и там какие-то цифры. И они не могут это расшифровать. Считается это как чип или еще что-то, понимаете. Вот, а мы же пользуемся и паспортами пользуемся, и пластиковыми карточками, зарплату нам туда перечисляют. Это очень удобно. Вот, и поэтому те старцы, которые жили там в то время, а если, например, еще раньше, там в 16-18 век, они как бы описывают, но не могут до конца. Они в то время не жили. Вот то, что они в то время жили, они описать могут. А то, что вот там уже впереди, они до конца, да, они увидели, я же говорю, карточку. А вот для чего она нужна, они не понимают. Ну вот, так же вот это вот переход на новый валютный мир. Они увидели, да, что вот, типа, им показали картинку, человек лежит на вот этой еде, внизу там какие-то склады с едой, а тут это самое, люди голодают, умирают, а там запасы. Это все, это вам просто показывает им картинку о том, что будет переход. Вот, старайтесь как-то так подстраховать себя, что, да, будет как бы не смертность, но вот как бы кризисный момент. Вот это показывает, что именно кризисный, переломный момент. Вот поэтому показывает, типа, умирающий, там, голодающий и все такое, как кризис показывает. Вот, а вот эту картинку надо шифровать. Поэтому вот не воспринимайте даже те предсказания старцев, которые вот напрямую говорят, что вот так. Даже вот я читала, знаете, война с Китаем, да, да, она с Китаем, она идет, но дело в том, что, как вот, они показали, что им показали, что, типа, Китай наступает. Вот, а на самом деле, извините, Китай уже давно в России. Он уже давно в России, уже постепенно, постепенно и дошел до Урала. Это не значит, что они там все поглощающие, там, убивают, там, стреляют. Нет, завоевание может быть ползучее такое, медленное, и не обязательно никого убивать. А потом сначала вошли потихонечку, а потом начинают земли отбирать. Понимаете, вот и все. И при том, отбирать юридически даже, принимают какие-то законы там, и постепенно, постепенно землю могут так забрать, без всяких вооруженных нападений. Вот, и старцы вот видят, да, там Китай, да. А что, он не зашел на территорию России? Что на территории России со стороны вот Китая, там мало китайцев? Чита, Благовещенск, вот туда вот. Мало китайцев? Достаточно китайцев. И очень много китайцев там. Вот, то есть, понимаете, вот ползучий, как будто вот такое, как бы ползучий захват. Это не значит, что громить все и разрушать будет. Так что не переживайте, не будет вот это голодающий, умирающий по улице идет, падает. Ну, как раньше, как сейчас падает, так и вот в этом году и на следующий год финансовом кризисе будет. Как жили, так и жить будем. Ну, может, перебой с продуктами, но не со всеми. Там не будет гречки, будет пшено. Не будет пшена, будет ячка. Понимаете? Ну, все равно что-то будет, все равно фабрики будут работать, люди будут ходить на работу, какие-то фирмы закроются, какие-то откроются. Не переживайте, все нормально, все это переживаем. И не мы одни это переживали, наши родители переживали тоже. Сколько раз тоже у них кризисы были, да? Полно обнулений. Я помню, мой дед, извините, меня давали облигации, это государственные займы, а потом вот этими облигациями клеили туалет. Было и такое. То есть люди жили, и все. Так что не надо там себе накручивать, живите, и все. Если вы хороший человек и не делаете людям зла, то любой кризис вы переживете. Может, не поедете куда-то там на море отдыхать, но на еду вам хватит в любом случае. Вы не останетесь без денег. А вот плохим людям, которые делают зло, негатив в этот мир несут, вот они пусть и переживают за это все. Так что всем удачи, всем спокойствия, только спокойствия и здоровья. До свидания.